Снова всем привет, друзья! Решила назвать своё видео «Мои лайфхаки» И только была собралась вам показывать свои лайфхаки Потом думаю, ну, наверное, какие-то они и не очень, может быть А потом вспомнила Знаете, друзья, лайфхаки, которые нам Евросоюз преподнёс недавно Я когда узнала, была шокирована И поэтому хочу и вам прям всё показать на примере Вот смотрите, вода бутылки пластиковой Какая она у нас, эта бутылочка с водой была Вот крышечку открываем Тяжело мне одной рукой поставила камеру Ну, то есть, вы знаете, да? Открывали крышку раньше, вот, пили воду Ну, вот, крышка вдруг может упасть неожиданно Бывает такое Ну, как-то, знаете, ничего страшного не происходило Так вот, Евросоюз же решил о нас позаботиться И вот теперь они придумали такой лайфхак Вот я вам другую бутылку показываю У меня маленькая не нашлось Вот смотрите, вы, наверное, тоже видели Вот теперь это выглядит вот так Вы открываете бутылку И у вас пробка, получается, висит вот на такой вот пластиковой поворозочке Видите? Вот она Вот это именно тот лайфхак, который очень долго разрабатывали, придумывали Огромное количество людей в Евросоюзе Вы знаете, да? Даже и не просто лайфхак Наверное, они запатентовали вот это вот Представляете? Ну, я не знаю Я, например, считаю, что это вообще ни к чему И зачем это? Это как раньше рукавицы детям на веревочке привязывали Ну, совсем, что ли, уже для тупых? Потому что пить мешает, например, из бутылки И вообще я отрываю обычно Ну, то есть, вот, показала вам Если не знали, имейте в виду Что это европейский лайфхак А вы знаете, сколько там бюрократов Которые получают огромные деньги И вот почему именно Англия Вышла из Евросоюза Вот этот Brexit, так называемый, да? Потому что они не хотели больше Слушать кого-либо Вот этих вот ребят веселых Которые там говорят, что огурец не должен быть Вдруг закурлюченный Вот он им помешал Только ровные должны быть огурцы Помидоры только все одного размера Вот такие вот какие-то безобразия Ну, ладно, друзья Об этом потом Ну, и теперь После европейского лайфхака Я вам свой лайфхак Прямо с удовольствием покажу Первая Может быть, даже не совсем это лайфхак Но все-таки Вот, друзья, я покажу вам Что я делаю из розмарина Это розмарин я набрала Здесь у нас его очень много Не знаю, как у вас Но вот я даже не веточками его набрала А вот такими вот листочками Потому что он мне мелкий нужен Что я делаю? Конечно же, его нужно помыть Но я вот возьму немножко Вот так Помою сейчас Теперь его нужно мелко нарезать Что я сейчас и сделаю Вот я нарезала Теперь мы берем банку С плотно закрывающейся крышкой И мне нужно Две столовые ложки с горкой Вот этого вот розмарина Вот прям так Да Вот И нам нужно стакан Спирта или водки Вот я вот взяла вот такую водку Я ее только-только решила На боярышнике настоять Чистой водки у меня нет Поэтому беру вот эту чуть-чуть Ну, лучше спирт, конечно Но если нету, то можно так Вот Наливаю стакан Этой водки Чтоб не попало у меня ничего сюда Вот И выливаю я ее Вот сюда Вот в банку Вот так Теперь Плотно закрываем крышкой И ставим в темное место Настояться В течение двух недель Чтоб не забыть Дату я обычно пишу Когда я это ставлю 15 октября 20-24 Вот У меня, конечно же, уже есть Один такой раствор Вот я ставила Видите, написала все тут Хранить в темноте 3-т-т Это было 19 июня Сейчас вам покажу Что из этого выходит Вот такой цвет получается У готовой этой настойки Розмарина И как вы ее используете Вы ее используете Для протирания лица Как лосьон По утрам и вечерам Что хочу сказать Почитайте, если кто-то, может быть Не знал никогда Что используется так классно Розмарин в косметике И это очень хорошо Омолаживает Сужает поры И вообще много-много полезного Для кожи И второе Что еще я делаю Я добавляю Этот Лосьон В любой крем Который у вас существует Которым вы Протираете лицо Ну вот я сейчас Беру Гориньер Допустим Да Вот Можно вообще Простенький Какой-то Недорогой Использовать крем Ну и то есть Видите, я уже его использовала Смешала там частично Ну и покажу вам Как это В общем-то Делается Вот небольшой кусочек Чтоб он особенно Не пропадал У вас Я по чуть-чуть Добавля Смешиваю Вот Несколько капель Буквально Добавляете И перемешиваете Очень тщательно Все Я использую палочку Вот эту вот Можно перемешивать Чем вам нравится Перемешивается Вроде бы Не так уж и просто Но Перемешивается Тем не менее С любым кремом И вот такой вот Получился у меня Крем Немножко более Мягкой Консистенции Такой Ну не совсем Жиденький Видите, да Вот И потом Вы этим кремом Пользуетесь Как обычным Которым Пользовались Всегда Вот Кстати Этот лайфхак Добавлять Капли Какого-то Масла Допустим Многие Вот Покупают Коллаген Добавляют Кто-то Добавляет Витамины В масле В Или Витамин Е Знаете, да Вот Чтобы нам Как-то Знаете Улучшить Свои Крема Ну и Еще один Такой Простенький Возможно Вы знаете, да Вот Вот У меня Косметика Если Я покупаю Косметику Вот Такую Достаточно Дорогую То Я пользуюсь Ей Конечно Очень Аккуратно Но Приходит Время И Эта Косметика Заканчивается И Вот Допустим Вот Этот Ланком У меня Чудесный Опять же База Под Макияж И Уже Я Ее Настолько Выдавливала Тут Видите Даже Уже Весь У меня Покоробился Этот Тюбик Но Она Уже Все Уже Ничего Там Выдавить Нельзя Но Дорогущая Поэтому Я Что Делаю Знаете, да Я Просто Разрезаю Беру Ножницы Да Ну Понимаете И Разрезаю Этот Тюбик И Потом Я его Вот Так Вот Открываю И Смотрю И Здесь Можете Вы Найти Еще Достаточно Много Крема Или Бальзама Или Чего Там Еще Вот У меня В данном Случа Основа Под Макияж База Которая Мне Очень Нравится И Еще Можете Использовать Раз Пять Шесть А то Бывает И Больше И Вот Так Вот Прикрываете Чтобы Она Не Засыхала В Разрезанном Тюбике Да И Она У Вас Еще Действует И Точно Такая Же История Вот С Этим Который Который Раньше Я Вот Так Набирала Теперь Он Там Уже Практически Не Набирается Ну Давайте Не Будем Спешить Опять Мне Приходит На Помощь Вот Такая История Я Просто Беру Здесь Это Все Вот И Пожалуйста И Опять Же Уверяю Вас Что Еще Очень Много Вы Сможете Достать Из Таких Вот Уже Как Закончив Шихся Емкостей С Кремами С Сыворотками Разными Ну И Прочими Косметическими Средствами Которые Достаточно Дороги Сейчас Сэкономить Бюджет А нам Это Очень Важно Вот Такие Вот Отменял Лайфхаки Друзья Я Хочу Напомнить Вам Друзья Что Самое Время Поставить Лайк Этому Видео Если Оно Понравилось Вам Также Пожалуйста Поделитесь Со Своими Друзьями Что Немаловажно Для Меня Как Для Блогера Чтобы Мой Канал Продвигался Ну И Конечно Же Подписка Для Тех Кто Еще Не Подписан А Мы Друзья Продолжаем И Я Хочу С Вами Прогуляться Немножко По Берегу Реки В Городе Ньюпорт Для Тех Кто Любит Старушку Англию Для Тех Кто Просто Хочет Немножко Расслабиться Отдохнуть И Отвлечься От Всех Житейских Проблем Во всей красе Английская Маленькая Венеция Английская Маленькая Венеция Так Называется Вот этот Квартал Который Здесь Расположился Не знаю Живописно Или нет Вам судить По мне Довольно Интересное Место Это Вот Видите Галерея На втором Этаже Выставки Часто Всяких Художников Чаще всего Конечно же Неизвестных Художников Местных Но Тем не менее Интересно А внизу Кафе И вот Вы видите Здесь Под открытым Небом Красиво На берегу Тоже можно Посидеть Выпить Чашечку Кофе Но Вы знаете Все эти Прелести Они Наверное Померкнут Если я Вам скажу Что в этих Домах Жить Как вы Наверное Сами можете Представить Очень Очень Сложно Невзирая На то Что В самом Центре У реки Здание Наверное Лет стоим Максимум Наверное Считается Это Новодел По английским Меркам Но Представляете Что В сырой Вот такой Вот погоде Английской Постоянно Дождливой Да еще И снизу Вот эта Сырость Которой Пропитаны Наверное Уже Все Стены Этих Зданий Там Скорее Всего Топишь Не натопишься Учитывая То Что Англичане Практически Очень сильно Экономят В большинстве На отоплении Отопление Дорого Они считают Что можно Обойтись Пару Тройку Раз Всего Протопив За зиму По хорошему Свой дом Этого Конечно же Недостаточно И Если Здесь Еще И не Топить То Здесь Все Скорее Всего В черной Плесени У них Внутри И Вот так Вот Выглядит Знаете Вот вечером В темноте Те кто Не знает Наверное Может Совершить Огромную Ошибку Потому что Вот этот Вот Металлический Шар Который Здесь Для того Чтобы Швартоваться Поставлен Можно Перепутать Подумать Что это Мячик Пнуть Ногой Знаете Да Есть Такие А на этом У меня Для вас Все Друзья Надеюсь Что вам Понравилось Всего Вам Пока Пока